Сейчас по 3 тысячи посетителей приходят в зоопарк, с сентября будет по 7 тысяч. Ну и так постепенно мы постепенно все-все посмотрят. Конечно, все хотят сразу, но сразу не получится. Во-первых, потому что животные не выдержат такого потока. Полностью изменилась концепция. Вы сейчас увидите, что некоторых вольеров, которые вы подойдете и будете рассматривать, вы не сразу увидите животных. Я хочу всем об этом сообщить, что это новая концепция зоопарка. Если раньше вы приходили и в маленьких предачках находились 1, 2, 3, 4 животных, вы прошли и всех их увидели, то сейчас вам нужно будет подойти к вольерам, насладиться средой, которая для них сформирована, а потом еще поискать там животных. Из новых у нас это жираф Ротшильда, лемуры Ката. В основном сейчас зоопарк в таком режиме оформления документов, и наши партнеры, зоопарки, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов будут выделять нам животных. Приоритет, конечно, дается редким исчезающим видам, согласно программу разведения между зоопарками. Сейчас приезжает делегация посмотреть условия для слонов, будут переговоры о выделении нам слонов. А вот комитет по шимпанзе уже выделяет нам животных, мы уже знаем зоопарк, с которым переписываемся. Ну вот такая работа идет, часть вернули, часть готовится к возвращению. Дело в том, что некоторые виды очень интересны для других зоопарков, и у нас там существуют договоренности по времени. То есть мы отдавали им на определенное время, у них это экспозиция. Когда эти договора закончатся, это в основном в этом году, то эти животные вернутся назад. Коллекция запланированная, она будет насчитывать 195 видов, и это 1500, 2000 особей, включая рыб и так далее. Зоопарк полностью обновлен, и коллекция представлена в виде экспозиции и экспозиционных зон. Сейчас полным ходом закончена эта тропа тигров, представителей животного мира Дальнего Востока. Затем африканская саванна, представители Африки. Экспозиция достаточно интересная, тоже посвящена африканским животным. Это африканская сафари. Центральная наша изюминка в центре нашего зоопарка – это большой авиарий и представители Южной Америки. Конечно же, одна из крупных экспозиций – это королевство слонов, планета обезьян. Будет у нас также детский зоопарк. И еще несколько экспозиций, которые называются «Верблюды». Экспозиции, посвященные горным копытам, жители гор, тоже будут представлены. Когда-то было нормально, когда медведь занимал 4 метра клеточку. Потом нормально было, когда мы 40 метров сделали для него жилье. А сейчас 400 метров. То есть жилье комфортное, удобное, огромное для каждого животного. Причем подобрано так, что каждое животное чувствует себя идеально. И поэтому, конечно же, на старой территории разместить всех животных невозможно. И мы оставили тех знаковых животных, которые любили всегда горожане, к которым приходили, которых помнили очень долго. И я думаю, что сейчас будет то же самое уже в новом зоопарке.